Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала. И сейчас мы встретились с клиентом. Встретил я клиента в аэропорту, отвез, и теперь мы двигаемся наконец домой. Время 20.20, блин, бывает, содержимся, ничего страшного там нет. Так вот, давайте мы сегодня с вами поговорим на тему работы. Смотрите, часто мне задают вопросы по поводу того, какая работа есть, какой работы нет. Ну и, конечно же, я не могу односложно ответить, какая работа в Сочи есть. Я же не являюсь работодателем, я только могу сказать, сколько у нас в компании зарабатывает, могу сказать, сколько зарабатывает помощник, могу сказать, сколько зарабатывает таксист в среднем. Потому что я интересовался, на себе проводил эксперименты, ну я владею информацией. А вот, например, уже про все остальное я уже не готов вам ответить. В любом случае, сегодня тоже я созванивался с одной из потенциальных клиентов, да, и спрашивал, есть ли у нас работа, наверное, с работы тяжело и так далее. Сурово, Челябинское, ну, звонок был. Что я могу сказать? Понятие работы разное, да, я всегда спрашиваю, какая у вас специальность? И всегда почему-то людей это вводит в ступор. Я не знаю почему, да, вот, не знаю, может кто-то стыдится своей работой, может еще что-нибудь, я не могу вам ответить. Но когда вы говорите мне о моей специальности, я могу примерно сориентировать, что, где и как. Например, вот, воспитатели детей дошкольного возраста. Я могу сказать, что зарплата воспитателей детей дошкольного возраста, она везде одинаковая, низкая, да, для того, чтобы более-менее можно было зарабатывать, должна быть, как минимум, высшая категория, это раз. Должна быть, ну, должна быть, да, должна быть нагрузка, соответственно, не одна ставка, там, может быть, чуть-чуть прям побольше. И тогда действительно, потому что воспитатели у нас завязаны на норма часах, а не на норма результате. И отсюда, конечно же, мы можем уже делать определенные выводы. Будет заработок или не будет заработок и так далее. Ну, я могу сказать одну простую вещь, что воспитатель детей дошкольного возраста зарабатывает примерно одинаково в любом регионе России. Да, где-то есть у нас какие-то коэффициенты, но есть в Сочи и другие доплаты. Есть, опять же, коммерческие детские сады и там заработок, конечно же, выше. В общем, все зависит непосредственно от специалиста, все зависит от эксперта. Если, конечно, хочет зарабатывать больше, что делать? Открывает свой детский сад, да, нужно побольше головной боли, нужно еще что-нибудь. Но открывает и пользуется спросом. У меня знакомая взяла и открыла школу дошкольного развития. В общем, детишек готовят к школе. Никому не секрет, что сейчас, чтобы можно было ребенка устроить хорошую школу, детей тестируют и смотрят, какие они приходят. Не заполняют тест, да, тест получше сдал, да, и в том процессе собеседования, то класс получше. Если совсем тяжело, да, то класс похуже. И уже, да, учителей есть некое предвзятое отношение к школе. Если раньше, да, в мои годы я научился в школе только писать и читать, то сейчас, например, да, мой племянник пошел в школу, он уже и читал, и писал, и частично знал английский язык, потому что в школе уже не учат писать и читать, в школе уже совершенствуют. А все это учат в старшей группе, да, и тем более в подготовительной группе в детского садика. Ну, вот, в общем, примерно так. Теперь, что, да, вот, как вы знаете, раньше школьники проходили определенные курсы, чтобы можно было поступить там в колледж, да, чтобы могли поступить в институт, то сейчас уже вот такие самые обучения проходят и в дошкольном возрасте. На этом действительно зарабатывают, возможно, в кружках и так далее. Ну, наверное, я ответил на этот вопрос. Что касается, когда спрашивают, сколько зарабатывают учителя, да, учителя также, это все-таки бюджетники, не будем забывать, и учителя везде зарабатывают не самые большие деньги. По одной простой причине, потому что, ну, как вам сказать, по одной простой причине, потому что завязаны все-таки, ну, бюджетники, они в Африке бюджетники. Я могу сказать в свою очередь, что работая учителем, я зарабатывал, да, не такие прям большие деньги, но я зарабатывал, но у меня и была нагрузка больше 100 часов в неделю. И как-нибудь я возьму, приложу пруфы в виде моих трудовых книжек, которые у меня параллельно было 2 штуки, а в свое время даже было 3 штуки. И от этого никуда не денешься. Хочешь зарабатывать, ты не должен работать на одной ставке, да, это 18 часов в неделю, ты должен работать минимум на 2 ставках, а я работал на, получается, на 5 ставках. Да, кто-то скажет, что сдохнуть, да, а куда деваться, если хочешь зарабатывать, хоть сдохни, либо нужно менять профессию. В свое время я поменял профессию, да, я ушел из детского, ой, из детского, я ушел из школы, я ушел в торговлю, я ушел в магазин Евросеть, хотя мне очень тяжело давалось, у меня было образование, я получал высшее образование, именно педагогическое, да. И, в общем, я не увидел то, что хотел видеть, да. Педагог это престижно, да, педагог это классно, да. Но я понимаю, что профессия педагога, она должна быть хобби. Хобби, да, есть основной вид деятельности, например, у меня есть Юрий Алексеевич, хороший тренер по боксу, да, у него свой бизнес все. И он ведет еще группу здоровья мужиков и тренирует девочек по боксу до сих пор, да, уже лет 15 тренирует. И, ну, основной заработок у него, конечно же, это немножко другое, это у него бизнес, там, баня есть и тому подобное. Я говорю про Орск. Здесь то же самое. Я в свое время работал в Евросети, да, и три года еще оставил себе секцию, секцию рукопашного боя и тренировал. Я отпрашивался пораньше с работы и с 7 до 9 еще проводил. Ну, меня отпускали раньше по одной простой причине, потому что я показывал офигенный результат. Я в течение вот этих вот до 6 часов вечера я делал все планы за всю точку и меня с большим удовольствием отпускали. Теперь, что касается прочих, да, специальностей, тоже многие спрашивают, таксист. Ну, я могу сказать, что таксист в Сочи зарабатывает больше, чем в любом другом городе. Хоть мы возьмем с вами Москву, хоть возьмем с вами Лорск, хоть Оренбург, хоть Челябинск, потому что ценники в Сочи не совсем адекватные. И даже если работать честно, что такое честно, да, работать в программе, там, Яндекс.Такси, или работать в Гет-Такси, или работать в Такси Максим, или работать в Рет-Такси, вы будете обеспечены доходом, если вы прорабатываете 12 часов в сутки, у вас чистыми остается 3000 рублей. Это чистыми, минус ГСМ, минус оплата за заказы. В общем, если все мы с вами отминусуем, то остается вот именно такой доход. Те люди, которые выходят подработать на 3-4 часа, да, они зарабатывают 1000 рублей на сигареты, на пиво, может быть, жене на цветы. Это называется подработка. Кто идет на подработку? Ну, к примеру, у меня есть друг, да, он работает руководителем, да, руководителем работает подразделением. График у него с 9 до 6, зарплаты ему не хватает, 80 тысяч рублей. И он берет спокойно даже в Орске, он выходит на линию и работает с 6 часиков до 10. И вот с 6 до 10 он как раз получает грязный нал, может там позволить что-то там сверх бюджета и так далее. Это его личное право. Но если бы он просто бы, да, например, без основной работы выходил бы на 4 часа, то, конечно, он же ничего не заработал. То же самое это касается и Сочи. В Сочи заработать можно. Я говорю про эконом, про простой тариф, плюс если у вас машина хорошая, вы можете оказаться в комфорте. Заказов не так много, но они есть и заработок составляет больше. Опять же, часто тем же самым таксистам приходят постоянные клиенты, да, которые могут развозить, привозить, еще что-то делать и так далее. Благо сейчас, например, раньше я помню в такси, когда пробовал подорабатывать, это был далекий 2006 год, да, нужно было там по карте ориентироваться, поораться и кричать. А сейчас заказ пришел, дорогу проложили, заказ опять пришел куда и все. Не нужно там по 10 раз спрашивать. Спокойно включил навигатор и спокойно по нему едешь. И никто тебе из клиентов слова против не скажет. Понимаете? Поэтому у меня, например, друг Алексей есть, да, когда у него есть свободное время в Оренбурге, он приезжает и не знает, чем заняться, к примеру, чтобы доехать до Орска, там, клиента, например, на 3 часа, а он приехал в 9. Он берет и таксует по Оренбургу спокойно и не напрягается. Потом приезжает в Орске, в Орске там, ну, как бы крутится, ветвится и зарабатывает, хватает на то, чтобы приехать в Сочи к другу, к Максиму. Да, да, вот именно так. Следующий момент, да, тоже спрашивают, сколько зарабатывают маркетологи и тому подобное. Ребят, давайте мы будем рассматривать маркетолог. Есть понятие выпускник, да, какого-нибудь вуза. И он называется маркетолог. А есть те люди, которые действительно прошли определенные курсы и так далее, и которые эксперты своей области. И есть такой маркетолог. Второй всегда найдет себе работу. Первый после института, скорее всего, будет ему очень тяжело. Потому что, знаете, никому не секрет, что программа немножко устаревшая идет. Даже я учился, блин, ну, блин, ну, старые, старые знания, да, тебя учат читать на счетах, а уже появился калькулятор. Тебя учат языку basic на компьютере, а уже, оказывается, нужно как минимум там винду, да, изучать. А если уж совсем прогрессивный, то уже аос, да, да, именно так. Поэтому здесь мало было получить образования. Здесь нужно еще немножко и в себя вкладывать, и развиваться и так далее. Я могу сказать, что эксперты своей области, без разницы, чем бы они ни занимались, они в Сочи зарабатывают, и они находят себе заработок, и нормально считается, как бы, я могу сказать, что нормально заработок есть. Опять же, да, мне тоже один из клиентов позвонил, говорит, вот, можно ли устроиться в Сочи на хорошую работу? Я говорю, что в вашем понимании хорошая работа? Ну, говорит, чтобы можно было зарабатывать нормальные деньги. Я опять спрашиваю, что в вашем понимании зарабатывать нормальные деньги? Ну, зарабатывать, там, 30 тысяч рублей в месяц. Ну, 30 тысяч рублей в месяц в Сочи – это ненормальные деньги. Давайте начнем вот с этого, потому что проживительным минимумом гораздо больше, чем в Ворске, чем в Оренбурге, чем в Челябинске. В Сочи больше, потому что недвижимость дороже, там есть такие моменты, развлечения дороже, на поездки приходится больше времени тратить, да, и на ГСМ приходится много тратить, да, такое есть. Но, опять же, да, работа в Сочи, где тебя требуют уже прям по полной программе, начинается от 50 тысяч рублей. До 50 тысяч рублей я не видел, чтобы там прям такие были требования и так далее. Как я сужу, да, я сужу по тому, где я бываю. Бываю там на той же самой Почте России, бываю в Сбербанке, бываю в Альфбанке, бываю в определенных магазинах. И я понимаю, кто сколько зарабатывает, кто на какой оплате труда, да, он работает. Либо на проценте, либо оклад плюс процент, либо просто оклад. Этих людей видно, ну, реально видно. Кто-то мне сказал, да, Максим, есть такие специальности, которые нельзя привязать к проценту, да, нельзя привязать, ну, к результату, да. И есть, конечно же, такие профессии, я не спорю. Вот мне привели пример с охранником. Да, действительно, но у охранника есть другие моменты, да. Охранник может брать дополнительные смены, это первое. Охранник, в свою очередь, может повысить свою квалификацию тем самым, да, взорваться больше. Охранник может стать старшим смены. Охранник может стать, ну, дальше, да, руководителем, можно идти, идти, еще раз идти. И, знаете, вот по охраннику очень тяжело судить по всем людям в целом, да. Я знаю, в свою очередь, не хочу никого обидеть, особенно из охранников, да, что охранник – это деградация. Я сам проработал три месяца в охране, это просто жесть. Я думал, сдохну. Я реально тупел на глазах. И за эти три месяца, я считаю, что я, наверное, ушел назад в минус, там, наверное, на, не знаю, на год или два точно. Поэтому я и завязался с этим грязным делом. Хотя у меня есть удостоверение охранника, лицензировано, да. Я все прошел на законных основаниях. Но это не совсем то, что я хотел бы. Да, есть вип-охрана, там другая зарплата, все. Но, опять же, да, каждому свое. Многие приводят пример, там, бухгалтер и так далее. Бухгалтер в Сочи зарабатывает от 45 до 60 тысяч рублей в зависимости, какой он, да, он по себе. Каждый сотрудник стоит своих денег. Есть понятие финансовый директор, да, финансист, да. Они зарабатывают больше в той же самой компании, они зарабатывают от 100 тысяч рублей. И этих людей реально мало. И не надо пудутать с финансового директора и с бухгалтером. А если вдруг вы приводите мне пример организации, где бухгалтер, там, и финансовый директор два в одном. И такой супер-мега, я могу сказать, значит, что ни там, ни там не преуспел. Потому что бухгалтер сам по себе, он работает тем, чтобы произошло в компании. Чтобы все правильно отчитаться перед налоговой, чтобы то, чтобы все, да, перед трудовой инспекцией и так далее. А финансовый директор, он отвечает за поток, за денежный поток в компанию. Это разные вещи, абсолютно разные вещи. Поэтому и оплачивается по-другому, да, вот, ну, 100%. Например, возьмем с вами магазин, да. Кассир – это тот человек, который доводит продажу до логического завершения, выбивает чек, там, заполняет гарантийный талон и так далее. У него одна зарплата, да, где-то он 25 тысяч рублей, ну, 30 тысяч, там, максимум, потолок, который может заработать. А есть продавец, который, в свою очередь, как раз это и делает продажу, да. Какая дорога раздолбанная, ладно, извиняюсь. Который делает продажу, и он зарабатывает в 2, в 2,5, бывает и в 3 раза больше, чем тот же самый, например, вот, кассир. И любой кассир всегда с большим удовольствием может стать… Прямо, что-то я прям перераз. Ну-ка, давайте мы попробуем. Да, все, по левой полосе поедем, потому что правая полоса, почему у нас как кассиральная доска, извиняюсь. И есть возможность, да, уйти. Я много видел кассиров, которые стали продавцами, и видел продавцов, которые становились кассирами. Ну, это и есть, так оно и есть. Возьмем с вами фитнес-зал, да. Да, есть девочка, которая работает на окладе, которая находится на ресепшене, да. Она отвечает за уют, отвечает за то, за все. Да, она получает свои, там, 35, не знаю, 40 тысяч рублей. Ну, так вот мне говорили, да. Есть, например, отдел продаж того же самого фитнес-зала, который продает абонементы, который там поразванивает, что делать. И они получают 60 тысяч рублей, да. И опять же, возьмем тот же самый фитнес-зал. Есть фитнес-тренер, который зарабатывает 50 тысяч рублей. А есть фитнес-тренер, я сегодня познакомился с таким, который зарабатывает 130 тысяч рублей. И все это в одном зале. Один пашет больше, другой пашет меньше. У одного идет норма час 2200, а у другого норма часа идет 2400, да. Один какой-то доброжелательный, и к нему очередь выстраивается. А другой, блин, я понимаю, что он, скорее всего, находится не на том месте, да. Ну, и, блин, даже не хочется к такому тренеру идти. И это везде есть. То же самое и риелторы. Есть риелторы, которые зарабатывают, есть риелторы, которые не зарабатывают. То же самое и такси и тому подобное. Но, опять же, да, почему кто-то зарабатывает 50 тысяч рублей, а кто-то зарабатывает 130 тысяч рублей, да. Возьмем с вами тренера, тренера, персонального тренера. И когда я начал общаться, вы знаете, я могу с людьми общаться и выводить их на душевные разговорчики. И мне девочка сказала, у меня есть муж, у меня есть квартира в Сочи, у меня есть все. И мне хватает 50 тысяч, я не хочу здесь упахиваться, как лошадь. Зачем? У меня есть семья и так далее. И она в чем-то права. А парень, да, который снимает квартиру, который ему нужно пахать, он переехал в другого города. И поэтому, конечно, он там в этом зале чуть бы не ночует, проводит индивидуальные занятия. И да, зарабатывает 130 тысяч рублей, понимаете. Каждому свое. Я, например, вот свою очередь. Я не хочу, чтобы там у меня сейчас Надя брала, там упахивала где-нибудь, как я там работала. Вот я сегодня вышел в 8 утра, да. Время сейчас 10 я прихожу. Блин, ну я не хотел бы, чтобы моя жена, чтобы моя любимая девушка, даже чтобы моя дочь работала в таком темпе. Да тут сдохнуть можно в таком темпе, понимаете. И в свою очередь, да, вот захочешь на там кем-то работать, там ногти делать, еще что-нибудь там. И ради бога пусть работает, ради бога пусть зарабатывает себе, там, не знаю, на косметику, еще на что-нибудь. В любом случае добытчик в семье должен быть мужик. Хотя я знаю у нас риэлторов, девочек, которые воспитывают сами, да, и которые зарабатывают больше, чем парни. Ну реально они зарабатывают больше, потому что у них других вариантов нет. Им нужно зарабатывать, у них нет мужа, у них нет богатых родителей, у них нет еще что-то. Им нужно тащить себя, семью и этим девочкам респект и уважение. Но я уверен на 100%, когда эта девочка наконец-то выйдет замуж, когда она будет в семье, да, и мужик он возьмет и будет зарабатывать. Потому что каждому хочется взять немножко расслабиться. И даже мне часто хочется расслабиться. Но чтобы не расслабляться, мне приходится выводить себя в зону комфорта. Это, не знаю, там, купить что-нибудь, купить любимой девушке что-нибудь, купить дочери, да, слетать куда-нибудь отдохнуть в конце концов. Сделать какие-то розыгрыши для своих подписчиков и тем самым я выхожу в зону комфорта. И я развиваюсь, я развиваюсь, и это нормально, ненормально было бы не развиваться. Теперь, что касается там прочих, да, специальностей. Я могу сказать то же самое про таксистов. Я очень часто катаюсь в такси и понимаю, что один зарабатывает, другой не зарабатывает. Один выходит на линию в 7 утра и уходит в 9 часов вечера, а другой выходит в 11 и в 3 часа он уже дома, потому что вечером начинаются пробки, и с утра пробки. А по пробкам неохота таксовать. Зачем гробить машину? Или, не дай бог, пошел дождик, зачем в дождь, там, придется машину мыть и так далее, понимаете? У всех подход к своей работе разный. Что касается тех же самых строителей, да, один берет количество, да, и он умудряется выдерживать цену за ремонт, чистый ремонт, там, например, 5-6 тысяч рублей с квадратным метром. А другой у него хорошая амбиция, он 10 тысяч. И предлагает, как партнерство, я говорю, ну, блин, зачем мне рекомендовать тебя, у тебя работа стоит 10 тысяч с квадратным метром, только работа, не путать с материалами. А другой мне можешь за 6 тысяч сделать, или за 5 тысяч. На что он мне отвечает? Я что, волк, что ли, пахать, как проклятый? Я нормально, я работаю, то-то-то, мне хватает, все, как бы, и с одной стороны, может быть, он прав, он, да, может, там, 2 месяца посидеть без работы, потом какую-то работу сделать, да, определенную. И заработать так, как другой, например, человек зарабатывает, работая каждый день. У каждого свой выбор. И тут я не советчик. Я знаю одно, что у каждого из нас разная зона комфорта, да, и разные потребности. Кто-то позвонил, поинтересовался, мне нужна хорошая стабильная работа, я хочу зарабатывать 30 тысяч рублей. И я знаю, что этот человек может заработать 100 тысяч рублей, но он будет зарабатывать 30 тысяч рублей, ему больше не нужно. То же самое касается и риэлторов. Каждый риэлтор находится в определенной зоне комфорта. Например, если, например, у кого-то это 50 тысяч рублей, а у кого-то 100 тысяч рублей, а у кого-то это миллион, а у кого-то это 5 миллионов, понимаете? У всех зона комфорта, она разная. Исходя из этого, уже каждый берет и производит свой продукт. В свою очередь продукт, это есть обмен на деньги, да, это есть обмен на деньги. Там, не знаю, портной производит свой продукт, это обувь, да, продавец обуви продает, да, и продуктом является продажа той самой обуви. То же самое и у риэлторов, и у всех остальных. Кому в Сочи будет тяжело? Да в Сочи будет тяжело любому человеку, кто привык работать в своем родном городе на окладе, кто привык работать, ну, не знаю, где-нибудь, где-нибудь на окладе, да, как это все любят. И получать стабильность. Окладов огромных не бывает, больших окладов не бывает, это все миф, потому что мы живем в 21 веке, да, и по большому счету, да, все вдалбливается на американская технология, где ты работаешь на результат. Да, есть, конечно, еще и те варианты, когда кто-то работает по европейской технологии, да, европейская технология – это работа за норма час, да, есть норма часа в Европе, да, начинается от 8 евро 20 центов и дальше, дальше, дальше в зависимости от твоего профессионального мастерства. Да, но опять же, опять же, опять же, опять же, давайте посмотрим, что тут у нас с парковками. Я могу сказать, что зарабатывают, скорее всего, больше американцы, даже вот я, когда они приезжают к нам за покупками, я вижу разницу, да, и разница есть прям такая ощутимая, и у них подход разный, и мышление разное, понимаете. Поэтому давайте так определимся, вот кто хочет заработать, да, он заработает, кто не хочет заработать, он не заработает. Я вам приводил один такой пример, да, жесткий. Был период времени, когда я в одно время работал там с 9 до 6 и так далее, и я приходил домой, да, и да, всегда в понедельник, с вами, пятница были тренировки, я приходил домой там в 9 часов, а вот, например, вторник, четверг, суббот, воскресенье, это были свободные, так скажем, дни, свободные часы, и там я, ну, получается, приходил спокойно, во сколько, сейчас скажу, приходил домой, да, и при этом, при этом, я четко понимал, что, ребят, да, я четко понимал, что я мог бы заработать больше, гораздо больше, но, 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 я тратил время на танки, я тратил время на еще на что-нибудь, да, я тратил время свое на то, что мне не приносит результат, да, я занимался ерундой, может, смотрел телевизор, еще что-нибудь и так далее, хотя и денег-то не хватало, но на тот момент я там раскидался там с кредитами, еще что-нибудь, и я, в принципе, окунулся в псевдозону комфорта, в псевдозону комфорта, и сейчас я понимаю, что вот это время, да, было просто так вот, не знаю, потрачено, и нерентабельно все это было потрачено, сто процентов, и сейчас, если бы вернул бы, да, я бы, конечно, бы там, даже в то же время такси вышел бы, я за четыре часа бы заработал больше, чем я взял и проиграл в танки в те же самые, ну, вот вам и ответы, поэтому работа в Сочи есть, да, и, да, нету работы от столеваров и так далее, но даже я, да, вот, менял работу, да, за свои, там, 37 лет, там, несколько раз, да, я чем только не занимался в этой жизни, и ни о чем не жалею, да, жалею только то время, которое я потратил нерационально, это, в танки, там, еще на что-нибудь, какие-то там увлекательные мероприятия, которые мне не принесли недоход, может, какие-то эмоции принесли, и все, поэтому, поэтому примерно так. Ну, и в заключении сейчас найдется какой-нибудь бухгалтер, который скажет, как так можно там бухгалтеру брать и оплачивать процент, вот я когда работал в такси гос, да, перевели мы с окладных частей всех на процентные, и в том числе и бухгалтер, в том числе и главный бухгалтер. Если мы возьмем основную статистику бухгалтера, то у бухгалтера основная статистика – это доход больше, чем расход плюс резервы. Как ни крути, это основная статистика. И бухгалтер может влиять в том числе на дебюторскую задолженность. Сейчас вы спросите, как она может влиять? Ответ очень прост. Например, в той компании, в которой я работал, счета выставлялись в конце месяца. И бухгалтер меня всегда убеждал в том, что это так сложно и тому подобное, счета выставить и так далее. В итоге, когда ввели жесткие правила, когда ввели четкую мотивацию по зарплате и так далее, почему-то случилось чудо. С первого по пятое число всегда все наши счета были выставлены. И до седьмого числа все эти счета уже были у наших партнеров. Соответственно, кто первый счет дал, тому первому и оплатили. Это золотое правило. И почему-то сразу доход в компании увеличился, почему-то заработок стал больше и так далее. И у каждого человека, да, есть его ключевые статистики, ключевые показатели, как его можно оценивать, да, за результат. Я приведу вам маленький пример, почему строители сейчас все говорят, что в Сочи там Олимпиаду было хорошо, а сейчас плохо. Потому что в Сочи, когда была Олимпиада, осваивали бюджет. Например, те же самые жилой комплекс Министерские озера, да, вы его знаете прекрасно. И у меня есть три клиента, с которыми я общался, которые в то время жили, да. Един из них с Орска он переехал, я скажу даже больше, он работал у Лехи водителя, потом приехал сюда в Олимпиаду и здесь начал работать. И он говорил, как, Макс, прикинь, мы выходили просто на работу, да, с восьми утра до пяти часов вечера, отмечались, задача была отметиться, мы зарабатывали за это пять тысяч рублей, за то, что мы вышли. Без разницы, работали мы или не работали и так далее. Кто-то нарды играл, кто-то еще что-нибудь, потом нужно было осваивать бюджет, нужно было брать и расписываться за другого. И мы с прорабом делили эти деньги 50 на 50. И в итоге, получается, я выходил, зарабатывал не пять тысяч рублей, а семь с половиной. Как только закончилась Олимпиада, эта стройка и все остальное, да, потому что мы осваивали-то вот эти деньги, да, РЖД строить, да, мостовик, они же осваивали у нас деньги бюджетные, понимаете. И когда уже все поменялось, да, когда уже нужно было вкалывать на таких стройках, там, не знаю, ну, как, например, в компании ЛК+, там и тому подобное, да, нужно было что? Нужно было не только прийти на работу появиться, но нужно было еще и пахать. И получается, чтобы эти пять тысяч заработать, нужно было действительно не находиться на рабочем месте, а зарабатывать. И, конечно, стали такие мифы, вот в Олимпиаду мы зарабатывали, были возможности, а сейчас возможностей нет. Ребят, просто одно дело, когда есть бюджет, его нужно освоить, да. Другое дело, когда нужно этот бюджет, не знаю, как платить со своих денег и тому подобное, да. Например, вот это все равно, что, знаете, я клиентам, например, порекомендовал ремонт, да. А, чужие деньги, все, давайте я порекомендую лучше 10 тысяч, где с квадратного метра, да, нужно за ремонт и так далее. Я получу с этого процент, как партнер хороший, все. Если, например, я тут же делаю ремонт для себя, конечно, я возьму лучше, кто у нас делает за 5-6 тысяч рублей. Но я же свои деньги трачу, родные и так далее. Я поэтому к своим клиентам стараюсь относиться как к себе, да. Поэтому вот многие, которые мне предлагают партнерские программы, да, вот таким по бешеным ценам, я культурно отказываюсь, потому что зачем мне рекомендовать кого-то по бешеной цене. Самое главное, что обычно мне говорят, мы платим хороший за это процент. Да, блин, да хоть хороший, хоть отличный процент, но я же понимаю, что здесь происходят обманы. Если один может работать, сделать это за 5 или за 6 тысяч рублей, то зачем переплачивать там в два раза больше, понимаете. Поэтому я стараюсь как бы с такими людьми не сотрудничать. Я не сотрудничаю, потому что я знаю, как зарабатывается тяжело деньги, реально зарабатывается тяжело деньги и так далее. И кто-то сейчас мне скажет, Максим, а вот вы там получаете бешеные проценты от застройщика и так далее. Правильно, мы зарабатываем бешеные проценты от застройщика. Пускай для вас это будет звучать бешеные. Мне застройщик платит, понимаете. Застройщик платит. Именно поэтому я не люблю продавать вторички и так далее. Потому что на вторичках сверху цену ставит, да, сверху цену ставит риэлтор, да, и от него зависит, какую там он комиссию поставит. Мне приводят пример. Вот мы там взяли через агентство Лето, купили квартиру в Морской симфонии, купили квартиру за 9 миллионов. Она была дешевле, чем у застройщика. И при этом, оказывается, на руки получил продавец 8 миллионов, а миллион получил, ну, получил агентство недвижимости. Ну, смотрите, давайте, здесь, знаете, двоякая ситуация. Я не буду говорить, что они такие плохие, что они там взяли целый миллион, заработали, да, больше 10%. Нет, вы заплатили 9 миллионов и риэлторы поставили такую комиссию, значит, они считали, что такая комиссия нужна, да, больше, там, 10%. Но вас, да, я знаю, что вы смотрите меня, потому что вы написали комментарий, вы смотрите, да, вы купили квартиру на 2 миллиона дешевле, чем у застройщика, и вы сэкономили 2 миллиона рублей. Я понимаю, что вы хотели бы еще сэкономить миллион рублей, да, но тогда вам нужно было самому взять и найти этого продавца, там, не знаю, там, походить по подъездам, везде там у соседей поспрашивать и так далее. Это вот вы могли это все сделать, всю эту работу, походить ножками, постараться для себя найти. Могли, без проблем, ну, в 100% могли себе, понимаете? И то, что вы это не сделали, за вас это сделал риэлтор, просто риэлтор, он такой же, как, например, работник, вот тот самый, который делает ремонт. Один оценивает свою работу в 6 тысяч рублей в квадратный метр, а другой оценивает в 10 тысяч. И у того и того есть свои клиенты, понимаете? И здесь то же самое. Ну, да, есть как бы. Ну, знаете, слабо верится, но если эти риэлторы в миллион смогли поднять на 8 тысяч, блин, ну, что могу сказать? Ну, профи они, что я, эксперты. И почему-то вы здесь, да, вы видите риэлторов, тех самых, которые вам продали. Но вы почему-то не сказали, блин, спасибо, ребят, вы помогли нам сэкономить 2 миллиона рублей. 2 миллиона, именно 2 миллиона была разница с квартирой с ценой от застройщика. Какая разница, сколько заработал риэлтор? Вы сэкономили 20% на покупки. Я не хочу вот-вот брать сейчас и вот как бы отстаивать, да мне вообще без разницы, мне по барабану. Еще раз повторюсь, многие спрашивают, да, какие-то у нас аппетиты или неаппетиты. Есть на вторичках, вот просто вот, если кто-то берет, сейчас смотрит, да, выбирает, посмотрит вторичку, в том числе от риэлтора, да, и так далее. Я могу сказать, да, там заложено, скорее всего, 5%, не меньше, да, заложено 5%. Если вторичка какая-нибудь свыше 15 миллионов, там заложено, скорее всего, 2%, ну, максимум 3%. 5% обычно, кто продает квартиры больше 20 миллионов, у них жаба душ, они просто там, ну, убьются, там, лучше квартиру не будут продавать, но такую комиссию риэлторскую не поддержат. А так вот, ну, 5%, ну, реально 5%, 5, 3, может быть, когда-то 7, да, и как-то мне тоже один подписчик написал, вот я там себе нашел квартиру, вот, непосредственно от собственника, там, 3 миллиона и тем самым сэкономил 500 тысяч. Да, ребят, да если бы такие комиссии были с 3 миллионов 500 тысяч, блин, я бы сейчас на Бентли катался, понимаете? Именно поэтому я очень плохо отношусь к вторичке. Мы со вторичкой всегда берем и, как бы, разговариваем, да, вот, и я вторичек продал очень мало, да, вот, как бы, есть инвесторские квартиры, это немножко другое. Я дал возможность заработать инвестору, инвестор потом дает заработать мне, да, у нас партнерские отношения. С владельцами вторичек я обычно не особо действительно не заморачиваюсь, но уж точно я могу сказать, что таких процентов, ну, нет, как бы, нет, ну, как бы вот так вот. То же самое, смотрите, я сейчас себе ищу участок, да, вот сейчас, может быть, вы скоро увидите реалити-шоу со строительством в Дагомесе. И мне Денис нашел участок, Денис, вот, есть у нас эксперт, который занимается именно только одними участками, и все, да, он сказал, Макс, там вот комиссия такая-то, такая-то, и я говорю, я себе беру, он говорит, ну, я понял, ну, ты понимаешь, я говорю, да, я Денис, я понял, говорю, я говорю, сколько нужно будет тебе комиссию вот за этот участок. Он мне сказал, ну, вот, стоимость участка 2 миллиона, комиссия 100 тысяч. Я говорю, все, хорошо, я тебе заплачу. Ну, я риелтор, я плачу, понимаю, потому что он нашел классный участок, который стоит 3,5 миллиона рублей, и дешевле ничего нет, а он мне нашел за 2, там, даже чуть-чуть подешевле, понимаете. И я ему отдам 100 тысяч, потому что он сделал большую работу, он реально сделал большую работу, и я ему отдам эти деньги. Хотя риелтор, и он прекрасно понимает, что, что он должен, бесплатно, что ли, работать, я что ему, брат, сват, может быть, я его папа или еще, нет, он работает, он тратит на это время, он там постоянно его не держит, что там происходит с документами, сейчас уйдет узаканивание, да, перевод из земли из ЛПХ в ИЖС, и размежевание происходит этого участка. И он меня постоянно контролирует, и он честно отрабатывает свои деньги. Хотя я мог найти такой участок, наверное, сам где-нибудь попробовать через собственник и так далее, проходило ли это все? Блин, не хочу даже больше, не хочу. То же самое, когда вы обращаетесь в участки и там подобное, да, есть участки, да, и в каждом участке есть комиссия, да, есть риэлторская, я не скрываю этого. Ни один риэлтор не работает запрос так, ни один риэлтор, ни один риэлтор в Сочи не работает на окладе, он не может себе позволить просто так бесплатно выполнять какую-то для вас работу, потому что, например, компания оплачивает 100 тысяч рублей в месяц за то, что он брал и занимался благотворительностью. Такого нет. Много чего интересного рассказал для вас. Поэтому отсюда давайте сделаем выводы. Каждая работа, она оплачивается. Каждый сотрудник стоит определенных денег. Ценность сотрудника заключается в том, сколько у него знаний и в какой области он тот или иной эксперт, в какой он области состоялся. Людей, которые в Сочи переехали и не работают, я не видел. Но я видел тех людей, которые могут работать, но не работают, потому что там деньги нет, там еще, а там то, а там начальник дурак, а там еще, я открою маленький секрет, не бывает хороших начальников. Знаешь, такая даже песенка была, папа, когда ты будешь начальником, пожалуйста, будь хорошим. Начальник, он есть начальник, он должен спрашивать, он должен требовать, он должен работать на результат. И начальник не должен быть другом. Конечно, и встречаются начальники, которые там с самодурсом, нет, я говорю, нормальный начальник, нормальный руководитель, он должен требовательным быть. Я, например, вот, есть у меня такой, я жалею людей очень часто все, хотя качество руководителя было очень хорошее, все, но не хочу к этому, ну, как бы возвращаться, не хочу, блин, все, не хочу. Поэтому я работаю сам на себя, да, у меня есть подчинение один человек. На данный момент больше не нужно, не хочу я больше брать ни за кого ответственность, потому что начальник хороший, он прежде всего не гордится, да, не тем, что там вот такой начальник, все, он гордится результатом, который приносят его сотрудники. У хорошего начальника сотрудники все богатые, вот так, амбициозные, которые нацелены на результат, которые делают все, чтобы от них зависело, а не заработают себе и заработают компании. Все, ребят, если вдруг этот видеоролик был для вас полезен, ставьте лайк, не стесняйтесь, для вас это одно касание, а для тебя я буду знать, что не зря потратил эти 40 минут своего времени и вашего времени. Если вдруг есть какие-то возражения, с чем-то не согласны, пишите в комментариях под этим видеороликом, конструктивно обговорим, обсудим. Все, добро пожаловать в Сочи, с вами был Максим Коломейцев, пока.